Добрый день! Добрый день! Для поисковых выборок выберем кнопку «Мой ВУЗ». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события» и на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу. Давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. И теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы видим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название. Удалить его. Или скачать список в виде Excel файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений о интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах.